Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я думаю, что вы сами прекрасно без меня знаете, кто такой Тофик Дипсайз. А даже если и не знаете, то можете посмотреть сам обзор на канале, который называется TDS Dan. В данном случае вы можете зайти туда, посмотреть все это. Но это не так уж и важно, потому что сегодня у нас понедельник, сегодня у нас начало недели. А это значит что? А это значит, что вам нужно зайти на Arizona Roleplay Phoenix по IP-шнику в описании. Ввести там мой никнейм Данте Коннор. После чего по достижению вами 5-го игрового уровня вы получите себе на банковский счет целых 300 тысяч вертов, игровой валюты и всего прочего. После чего вы сможете вполне себе таки спокойно отдыхать, радоваться жизни и вообще наслаждаться всеми благами человечества. Ну, давайте уже непосредственно приступим к самой теме данного видеоролика. Дело в том, что у Тофика Дипсайза уже на протяжении длительного количества времени планируется его собственный DM-проект, на котором все было бы нормально. Это вроде как должен был быть дочерний проект от Evolve Roleplay. Однако, ну, как бы до сих пор ничего от сервера у нас нет. То есть мы не можем зайти туда, поиграть, вообще посмотреть все системы и сделать все прочее. И вот сегодня в одном из самых желтушных журналов по GTA Sampo, как бы он один из самых популярных, если не самый популярный, и самый желтушный вообще журнал в GTA Sampo, в котором сегодня вышла эдакая новость. Знаете ли, новость, в которой все рассказывается о том, почему у Тофика Дипсайза до сих пор не получилось открыть его собственный сервер. Перед этим хочется сказать, что я знаю, что вот у моего дорогого друга Ангела Кассада тоже давно уже планируется его DM-проект, DM-сервер, и все это время он никак не может найти себе какого-то толкового скриптера. То есть находит скриптера, он там что-то делает, делает по итогу, они там как-то не сходятся во мнениях того, как все это должно выглядеть, либо просто забивают на работу, либо что-то такое происходит. И я хочу, знаете, что сказать, что Ангела Кассада достаточно рассудительный такой человек, достаточно такой уже взрослый человек, который знает то, что ему надо, и который понимает то, как должен выглядеть сервер, который понимает то, какие системы там должны быть сделаны. То есть скриптеру нужно всего лишь что? Нужно всего лишь взять, обработать техническое задание, которое им дает заказчик, вернее ему скриптеру дает заказчик, возможно их там несколько, я не знаю, дает заказчик, после чего как бы все это обработать, все это сделать, и по итогу представить людям, игрокам GTA Sample, пока еще они там все живы, пока они еще все не выросли. И, в общем-то, пока все это есть, то есть нужно предоставить вот этот вот самый продукт, вот этот вот самый сервер, вот этот вот самый проект. Вот. Однако, знаете ли, в чем дело? Ну, вот так вот, если спокойно вот так вот быть, спокойно вот так вот рассказывать, как бы понятно, что Ангел Кассада, он вполне себе спокойно может объяснить то, что нужно сделать на сервере. Но, опять же, это я уже забежал немного вперед, в общем-то, в чем заключается проблема вот этого вот самого проекта от Тофика Дипсайза. Ну, знаете ли, я уже сказал, что есть такая вероятность, что проект Тофика Дипсайза, который там называется Анарку ДМ, Анархи ДМ, вот и так далее, вполне возможно, что он никогда не запустится. Все потому, что вот, ну, вот полоса каких-то вот, знаете ли, неудач преследует вот этого вот самого Тофика Дипсайза. И, ну, как бы, сами понимаете, сперва с команды ушел Скриптер, причем на Evolve Roleplay. Непонятно, правда, как он мог уйти на Evolve Roleplay, ведь он вроде и так был с Evolve Roleplay. И на днях кодер, который, как бы, принялся кодить вот этот вот самый сервер, выставил мод проекта на продажу за 7000 рублей. То есть, если мод проекта стоит 7000 рублей, логично, что там, ну, особо-таки ничего не сделано. Это, опять же, по информации из желтушного журнала, потому что он, в принципе, всю эту информацию и предоставляет. Я не могу за него полностью ручаться, потому что даже тут пруфов никаких этот самый журнал не предоставляет. Так вот, сами понимаете, что проект, ну, особо-таки, наверное, был хуёвый, абсолютно недопильный. Если, блядь, 7000 рублей мод, что такое 7000 рублей? За 7000 рублей сейчас даже, я не знаю, ну, телефон объективно нормальный купить нельзя. Тут мод проекта, который, как бы, в будущем должен приносить неплохие такие деньги. 7000 рублей, как бы, понятно, что это DM проект, не Roleplay, но, тем не менее, тем не менее, как бы, ну, сами понимаете, что 7000 рублей за мод, это, ну, как бы, ну, это копейки кончены. И ничего с этими самыми копейками, кроме как пробухать, сделать, ну, объективно нельзя. Поэтому, сами понимаете, что 7000 рублей никакой мод стоить не будет. Из этого вполне логично можно сделать вот что, ну, абсолютно ничего там не сделано. И все скриптеры, все вот эти вот, знаете ли, модеры, кодеры, которые приходили, они абсолютно точно нихуя не делали. И по словам уже, знаете ли, скриптера самого вот этого вот Анархи ДМ, Дениса Дубровского, его так вот назвали, так вот отметили, и в самом деле Денис Дубровский, рабочие отношения с Тофиком складывались довольно сложно. По словам самого вот этого вот Дениса, не было внятного технического задания, и были сложности в коммуникациях. Но причина, по которой он выставил мод на продажу, оскорбление и травлен на стриме Дипсайза, который был крайне недоволен тем, что Дубровский не отвечал ему на сообщение. Ну, вы знаете, вот этот вот Тофик Дипсайз, всегда он такой, что личка у него закрыта, связаться с ним нельзя, но всегда с ним можно связаться через товары, да, вот в его группе ВКонтакте, как он тогда, знаете ли, когда человека обманул, там прокинул через, я не знаю, через бедро, через плечо, а прокинул человека и говорил, что ну всегда со мной можно связаться, да, как бы заходите в группу, заходите во вкладку товары, и вот через товары можете со мной связываться вполне спокойно, как бы без проблем, вот. И как бы, ну, скриптер, ну ты же должен это понимать. И вот этот вот самый скриптер, который выставил мод на продажу, который абсолютно точно не может коммуницировать с Тофиком Дипсайзом, я даже представляю, что Тофик Дипсайз, вот, в отличие от того же самого Ангела Кассада, он не мог предоставить какое-то нормальное техническое задание, то есть, представляете, техническое задание от Тофика Дипсайза, типа, ну ебану, чтобы всё взрывалось, ебать, туда заходишь, там, регистрация, взрывы, пушки, мины, бля, всё взрывается туда-сюда, бш-бш, бдум, блядь. И, ну, как бы, сами понимаете, что, например, такое техническое задание от Тофик Дипсайза составляло, а потом такое, типа, ебану, а хули ты не выполняешь-то, потому что Тофик Дипсайз, он, в самом деле, такой немного, ну, как бы сказать, помягче, немного туповат, да, во многих пониманиях, и его даже какие-то вот эти, вы знаете, его сам ютуберские друзья бывают троллят, так что он, там, тупой, туповат и, ну, всё такое. Поэтому неудивительно, что скриптер не смог с ним долго работать, не смог с ним вообще сработаться, сложности в коммуникациях с Тофиком Дипсайзом, я примерно понимаю, что это такое, это примерно, когда тебя, там, Тофик Дипсайз игнорит, да, или когда ему написать нельзя, допустим, вот. И, разумеется, почему? Я не могу поверить, что у Evolve Roleplay, как бы, у проекта, на котором снимает вот этот вот самый Тофик Дипсайз, я не поверю, что у них нету каких-то скриптеров выделить, как бы. Если человек может написать Roleplay мод, то неужели он не сможет написать, как бы, DM мод, который, я более чем уверен, пишется, ну, как бы, полегче. Ну, это ж логично, блядь, ну, а почему нет, почему нельзя вот просто вот так вот сказать, Тофик, Тофян, на, держи нашего скриптера, или там, я не знаю, на, держи нашего скриптера, но заплати ему, пожалуйста, деньги, как бы, чтобы всё нормально было. У Evolve Roleplay, я же уверен, есть какой-то вот свой скриптер, они же там не сами вот это, не сам же там сидит Максим Кудрявцев и делает какие-то вот эти вот все свои штучки, ну, разумеется, но как иначе-то, блядь. Поэтому, ну, неудивительно, что Тофик Дипсайз не может сработаться со скриптерами, с людьми, которые делают ему проект, это пиздец. Ну, это, в самом деле, пиздец. И потом вот так вот, блядь, ещё и травить человека, блядь, начал за то, что тот не отвечает, ну, это серьёзно, блядь, ну, Тофик Дипсайз, ну, что это такое? Тофик, вы знаете, в свою очередь заявил, что скриптер не выполнил план по разработке и не отвечал на сообщения, занимаясь другими заказами. Об этой ситуации он рассказал на стриме, а аудитория решила заступиться за блогера. Сам мод считает Дипсайз не стоит тех денег, которые за него просят, поскольку там множество багов. Ой, несмотря на всё это, Тофик Дипсайз так или иначе хочет продолжить разработку вот этого вот самого мода Анархи ДМ до победного конца и сейчас ищет команду для продолжения разработки. Ну, в данном случае я могу встать на сторону Тофика Дипсайза, хотя я знаю, что скриптеры, как бы, все прочие люди, они тоже такие, знаете ли, человеки, которые, ну, субъективно говоря, как бы, по моему личному суждению, как там рассказал Ангел Кассат и так далее. То есть они, ну, прям вот, ну, бывает такое, что, ну, ёбу, вот. Ну, однако, Тофик Дипсайз, Тофик Дипсайз-то, блядь, ну, серьёзно, блядь. Ну, я, я вот могу поверить скриптеру, что от Тофика Дипсайза не было точного технического задания, потому что Тофик Дипсайз, он такой, он там, типа, блядь, ну, ну, хочу, чтобы взрывалось всё, ебать, чтоб там тупо проспидорасило, блядь, всех, чтоб всё было нормально, чтоб пацаны зашли и такие, вау, вау, круто, блядь, так. То есть, и получается сейчас как? Скриптер обвиняет Тофика Дипсайза в том, что Тофик Дипсайз не обвинял, не отвечал на сообщение, а Тофик Дипсайз обвиняет скриптера в том, что скриптер не отвечал на сообщение, это пиздец. Ну, почему так, я не понимаю. Ещё и, знаете ли, мод, вот этот вот самый, не стоит 7 тысяч рублей, то есть, блядь, тем более, багов много, недописан, скорее всего, и там многое другое. Я не понимаю, почему Evolve Ролиплей, проект, который сотрудничает с Тофиком Дипсайзом, не может, блядь, Тофику Дипсайзу, ну, помочь в этом деле. Почему? Почему так нельзя сделать? Мне непонятно. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.